Если российский журнал «Фантастики» выходит с 1991 года, не выходил в 2013 и в 2014 году, возобновил выпуск в начале 2015 года, публикует фантастические и фентезийные рассказы и повести российских и зарубежных авторов, футурологические статьи, рецензии на вышедшие жанровые книги и фильмы, жанровые новости и статьи о выдающихся личностях, состоянии и направлениях развития фантастики, История журнала основан в 1991 году еще во времена СССР, в 1991 году вышел только первый номер, в 1992 году вышло 4 номера, далее журнал выходил почти ежемесячно, лишь иногда в сдвоенном виде, первоначально журнал позиционировался как журнал фантастики и футурологии, причем фантастики зарубежной и ранее не публиковавшейся, Однако уже в номер 3 за 1994 год был дан анонс публикации российских писателей, а в номер 8 за 1994 год был опубликован рассказ-миниатюра Александра Селецкого «День игры» и далее произведения российских авторов публиковались почти в каждом номере юбилейный. Номер 6 за 2001 год и номер 10 за 2009 год полностью состоят из произведений российских авторов. С номер 5 за 1996 год вместе со сменой формата с обложки исчезло слово «футурология» и постепенно сошли на нет футурологические статьи и новости. В 2015 году футурологические статьи снова публикуются, текущий возрастной рейтинг журнала «12 плюс». В 2012 году номер 10 и номер 11 были отмечены рейтингом «16 плюс». В более ранних номерах большая часть материалов соответствует рейтингу «12 плюс». Некоторые материалы «16 плюс» с 1991 по 1996. Старый формат. С 1991 года по номер 4 за 1996 год журнал выходил в издательском доме «Московские новости» в формате А4 на газетной бумаге с черно-белыми иллюстрациями. И объемом 96 страниц журнал был организован по аналогии с ходом научного исследования. Фантастические рассказы, повести и романы публиковалось стегами. Мотив, задача, сбор данных, условия, гипотеза, эксперимент и результат. Иногда коррекция, после которой могли следовать еще один эксперимент и результат. После фантастического произведения в большинстве случаев следовала научно-популярная статья, тематика которой пересекалась с элементами произведения. Таким образом из фантастических произведений и статей выстраивалось футурологическое исследование. До номер 7 за 1994 год тираж журнала составлял от 75 до 150 тысяч экземпляров. Далее постепенно снижался от 50 до 20 тысяч экземпляров. Журнал печатался в ЭПК «Московская правда», а с 1996 по 1998 формат с цветным видеодромом. С номер 5 за 1996 год журнал издавался издательским домом. Любимая книга в карманном формате А5. На мелованной бумаге с цветным разделом видеодром в конце номера. Организация журнала была изменена. Теги футурологического исследования исчезли. Проза перестала быть организованной в определенном порядке. Оглавление стало упорядочено. По рубрикам «Снабженными пиктограммами» сначала перечислялась фантастическая проза, романы, повести, рассказы, затем публицистика, критика и т.д. Сразу после смены формата объем журнала составлял от 260 до 280 страниц. Однако уже к номер 1 за 1997 год журнал достиг уровня от 304 до 320 страниц. С номер 6 за 1996 год у журнала появился номер Айасаса 0136-0140. С номер 7 за 1997 год оглавление журнала стало двухстраничным с короткими редакционными аннотациями к произведениям и статьям. С номер 10 за 1997 год журнал снова выходит на газетной бумаге. Журнал печатался General Press Publication Essay. С номер 4 за 1998 год. В Словакии при содействии фирмы Discovery. Тираж 20 тысяч экземпляров. С 1999 по 2012. Формат бесцветных страниц. Кризис 1998 года журнал выдержал, но не без затруднений. С номер 10 за 1998 год тираж был сокращен до 10 тысяч экземпляров. Раздел «Видеодрам» лишился цвета. Два номера было выпущено с двойными. Номер от 11 до 12 за 1998 год и номер от 1 до 2 за 1999 год. До номер 5 за 1999 год журнал печатался на Ярославском полиграфическом комбинате. Номер 7 и номер 8 в типографии Victoria Print. С номер 9 журнал печатается на Красногорской типографии и Чеховском полиграфическом комбинате. К концу 2002 года тираж поднялся до уровня 14 тысяч экземпляров и оставался таким в течение почти 10 лет. С номер 3 за 2012 год тираж составлял 1.1 экземпляров. Текущий АССН 1680-645Х появился, начиная с номер 1 за 2007 год. С номер 10 за 2001 год четвертая страница обложки журнала содержила штрих-код 9771680645003 по стандарту АССН. А с 2006 года штрих-код дополнялся номером журнала в формате «ГГМММ» закрытия в 2012 году. В конце 2012 года журнал был закрыт издательством ООО «Совафильм», которая решила отказаться от него, так как у журнала исчезла почтовая подписка, дававшая 5000 подписчиков. И журнал стал убыточным. 29 октября 2012 года Эдуард Геваркиан сообщил о завершении работы редакции журнала. Последним номер 12 за 2012 год на 288 странице приведено обращение главного редактора к читателям о закрытии журнала, а также комментарии от редакции. Александр Шалганов В январе 2013 года официальный сайт был закрыт на реконструкцию и на нем было вывешено объявление о поиске нового издателя. В сентябре 2013 Дмитрий Байкалов в своем блоге сообщил, что переговоры с различными организациями о возрождении журнала пока ничего не дали. На 16 конгрессе «Странник» основной темой стало обсуждение возрождения журнала «Фантастики» на базе «Если», но с возвращением футурологического блока «Возрождение журнала» в 2015 году. В апреле 2015 на сайте журнала и в блоге Дмитрия Байкалова появилось сообщение, что журнал «Возрожденный» и его новый выпуск за 2015 год уже отправлен в типографию. Презентация выхода «Возрожденного» журнала состоялась на фестивале «Еврокон» 2015 в Санкт-Петербурге. В июне-июле первый номер был доставлен подписчиком под воздействием спонсора компании РВК. Концепция журнала изменилась, если из альманах рассказов превратился в издание о фантастике и футурологии. По словам коммерческого директора «Если» Александра Кривцова, журнал убыточный существует на деньги спонсора строительной компании. Журнал выходит в формате А5 секунд цветными иллюстрациями и оформлением. Материалы в номере разделены на трех части. Прошлое, настоящее, культ, будущее. Каждая часть содержит художественные произведения, а также исторические, аналитические или футурологические статьи. Рецензии, новости, видеодрамм расположены в части. Настоящая. Периодичность журнала снижена до шести номеров в год. В 2015 году выпущено пятью номеров. Номер один за 2015 год обозначен на обложке как «март-апрель 2015», однако последующие номера не имеют привязки к месяцам. Объем журнала 256 страниц, тираж 10 тысяч. Экземпляров печатается в типографиях «MDM Print», «MST», типографский комплекс «Девиз», номер IAS SN 1680-645X сохранен, однако штрих-код изменен на сохранение дополнения, кодирующего порядковый номер журнала. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ номер FS 77-61630 от 7 мая 2015 года. Распространение. С 1993 года журнал распространялся по подписке на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана. В розницу поступал в ограниченном количестве, преимущественно в торговую сеть Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, с 2001 года, Харькова. Поступление в розничную продажу обычно происходило в последних числах месяца, предшествующего титульному месяцу журнала. С октября 2015 года журнал распространяется по подписке через официальный сайт. С 2016 года, кроме подписки через сайт, распечать и прессу России, планируются розничные продажи. Содержание. Типичное содержание номера журнала от 1 до 2 повести, от 4 до 7 рассказов, от 3 до 6 рецензий на фильмы, вышедшие в российском прокате. От 5 до 10 одностраничных рецензий на недавно опубликованные в России книги, от 1 до 3 расширенных рецензий на опубликованные книги. Курсор. Жанровые новости. Статьи. Персонали. Сведение об авторах прозаических произведений номера. Изредка вместо повестей публиковался роман. Некоторые номера являются тематическими, хотя это не объявляется напрямую. Например, номер 6 за 2007 год. Альтернативная история и параллельные миры. Номер 3 за 2008 год. Медицина. Номер 8 за 2008 год. Городская фэнтези. Номер 10 за 2010 год. Ксенофантастика. Тематические номера обозначались в оглавлении в 1994-1996 годах. В 2015 году все номера тематические. Тема обозначена на обложке. Номер 1. Космос. Номер 2. Город будущего. Номер 3. Люди и роботы. Номер 4. Биотех для людей. Номер 5. Разум во Вселенной. С 1997 по 2008 год проводилось голосование. Приз читательских симпатий. По произведениям, вышедшим в этом году в журнале и в России вообще. Итоги голосования были основой для премии «Сигма-Ф». Конкурс «Альтернативная реальность». Начиная с номера от 11 до 12 за 1994 год раз в полгода журнал проводил конкурс «Альтернативная реальность». Публиковался лучший присланный в редакцию рассказ от начинающего автора. До 1998 года присланные работы предварительно отбирались московским клубом любителей фантастики. Редакция выбирала победителя из от 3 до 4 финалистов. Одним из победителей конкурса стал Михаил Тырин, чей дебютный рассказ «Малые возможности» был опубликован в номер 7 за 1996 год. Конкурс «Банк идей» раз в год с 1995 до 2006 года. Журнал проводил конкурс «Банк идей». Читатели пытались разгадать замысел или развязку рассказа по его началу или краткому пересказу. Конкурс был свернут в номер 4 за 2006 год в связи со снижением интереса читателей. С номер 10 за 2009 год конкурс был восстановлен, однако теперь читателям нужно было предложить концовку еще незавершенного рассказа. В свою очередь автор рассказа обязуется внимательно изучить все оригинальные NF-идеи и завершить рассказ в соответствии с той, которая покажется ему наиболее интересной. На февраль 2011 года конкурс в новом виде проводился один раз «Творческий совет». При журнале организован «Творческий совет», который активно участвует в формировании номеров. Впервые совет приведен в номер 1 за 1998 год. Текущий состав совета «Эдуард Геваркиан» с номер 5 за 2000 год. Александр Громов с номер 1 за 2002 год. Олег Дивов с номер 7 за 2002 год. Марина и Сергей Диченко с номер 5 за 2000 год. Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко, Андрей Столеров, Александр Шелганов с номер 1 за 2005 год. Ранее в состав совета также входили Юрий Брайдер по номер 4 за 2002 год. Кир Булычев по номер 10 за 2003 год. Владимир Михайлов с номер 5 за 2000 год. По номер 11 за 2008 год. Николай Чадович по номер 4 за 2002 год. Борис Стругацкий по номер 12 за 2012 год. Призы и премии. Журнал был организатором ежегодного Московского форума фантастики. Учредителем приза читательских симпатий «Сигма-Ф» и соучредителем премии критиков «Филигрань». В 2004 году журнал совместно с агентством новостей «Аэмэй Пресс» выступил учредителем мемориальной премии имени Кира Булычева, которая вручается по результатам голосования профессионального жюри, состоящего из писателей, критиков и журналистов. В 2000 году на «Евроконе» журнал «Если» был признан лучшим периодическим изданием фантастики в Европе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова